Здравствуйте дорогие друзья, приветствую вас на канале Буанбэби, меня зовут Боев Юрий. И сегодня у нас с вами на обзоре новинка от компании Corella, эта модель называется Corella Sigma. На самом деле бренд Corella зарекомендовал себя как производитель достаточно бюджетных, но качественных моделей, а этой коляской, я не побоюсь этого слова, флагман бренда, потому что очень много вещей, которые вы не встретите на других моделях, здесь будет. И действительно, я считаю, что коляска получилась очень удачной. Corella это российско-украинская компания и в России она представлена среди блочных колясок в основном это Epica, Optima и Aurora. Эта модель называется Sigma и я думаю, что очень многие родители, которые будут рассматривать для себя этот бренд, будут сравнивать все вот эти три модели предыдущие именно с этой моделью. Но я уверен, что в процессе этого обзора вы увидите, что действительно она немножко лучше. Но все-таки я считаю, что эти все коляски являются больше городскими. И если вы рассматриваете для себя коляску и у вас не очень хорошо с дорогами, то, боюсь, эти модели вам тоже не подойдут. И прежде чем перейдем к обзору коляски, давайте познакомлю вас немного с нашим магазином. Мы являемся экспертами по подбору колясок. Именно поэтому только у нас на сайте вы найдете рейтинг колясок, потому что каждую коляску, которую мы берем к себе на обзор, оцениваем по 15 характеристикам и выставляем оценки от 1 до 10. И все это собрали в единую таблицу. Кроме того, у нас на сайте вы найдете примерочный. Что это значит? Вы можете подгрузить свою фотографию и гулять по сайту и листать картинки с колясками уже рядышком с собой. Но это еще не все. У нас есть специальный сервис по подбору колясок. Вам достаточно ответить всего на 6 вопросов и наш умный сайт подберет для вас идеальную коляску именно по вашим параметрам. На момент съемки производитель предлагает три расцветки этой модели. Будет черная, серая и бежевая. А рама всегда будет именно в таком исполнении. То есть рама черная и вот с такими ставками из розового золота. Ткани у нас имеют пропитку от промокания и защиту от ультрафиолета. Единственное, конечно, если вы собрались гулять в дождик, то мы рекомендуем одевать дождевичок. Кстати, здесь в комплекте будет, кроме того, еще москитная сетка, сумка для мамы, даже рюкзачок и также будет еще накидка на ножки на прогулочный блок. Я считаю, что эта люлька одинаково хорошо подойдет как для зимних детишек, так и для летних. Объясню почему. Во-первых, здесь будет козыречек, который в случае необходимости можно будет подогнуть или даже отстегнуть совсем, потому что крепится он на молнии. А если глубины капюшона недостаточно, у вас есть возможность отстегнуть дополнительную секцию, нажать на две кнопочки по бокам и опустить капюшон. А если для летнего ребенка, то здесь в задней секции есть еще одна молния, которую вы отстегиваете и можете открыть дополнительную секцию для проветривания. Но это еще не все. Когда ваш малыш подрастет, будет лежать на животике и захочет смотреть, что же происходит впереди, здесь у нас есть еще одна секция, которую можно отстегнуть и опустить вниз. Кстати, не переживайте, когда вам эта секция не нужна и вы не захотите, чтобы здесь поддувало, здесь очень заботливо предусмотрены два магнитика. Очень круто на зимний период. Накидка на люльки имеет небольшой бортик. По бокам у нас есть резиночки, чтобы его притянуть и ничего не поддувало. А по периметру у нас накидка на ножки крепится на молнии. Причем у нас две собачки, а это значит, с какой бы стороны рядом с коляской вы и не стояли, вам будет удобно открывать. Молния очень удобна, потому что вы можете отстегнуть, откинуть в сторону и накидка на люльку никуда не потеряется и не испачкается. Внутри люлька у нас сделана из хлопка, имеет очень приятную прострочку. Чехольчик у матраса также будет из хлопка, его можно будет снять и постирать. А основа матрасика у нас из поролона. Внутренний чехол также у нас съемный, по периметру он крепится на молнии. И обратите внимание, что сама люлька держит форму за счет вот этих распорок. Дно у нас сделано из сотового поликарбоната. Очень удобная конструкция, потому что когда вам люлька не понадобится, вы складываете ее блинчиком и она не займет много места где-то на полке. А для того, чтобы снять люльку с рамы, необходимо ее немножко приобнять, поставить пальчики по бокам и поднять ее вверх. Сверху здесь у нас есть ручка для переноски, а на дне есть специальные ножки. Соответственно, вы можете поставить на землю и не переживать то, что она испачкается. Редактор субтитров А.Семкин И прежде чем мы с вами начнем изучать прогулочный блок, я хотел бы рассказать про раму. Тем более, действительно, она здесь очень интересная. Первое, на что хотел бы я обратить внимание, это на рост родителей. С моим ростом метр семьдесят, иногда, когда я управлял этой коляской, я немножко спотыкался о заднюю ось. Таким образом, приходим к выводу, что если вы родители выше, чем метр семьдесят пять, боюсь, эта коляска вам не очень подойдет. Если вы меньше, то проблем у вас не будет. Второй момент, здесь достаточно жесткая амортизация. Еще раз повторюсь, эта коляска больше для города. Но то, как сделана эта рама, ее качество, детали, действительно, не у каждой премиальной коляски вы можете это встретить. Да, здесь будет телескопическая ручка, не все это любят, кто-то любит с кнопками, но зато перфорация, насколько удобно держаться за нее, действительно, заслуживает самых высоких похвал. У этой коляски очень качественные гелевые колеса, а это значит, что за них не надо будет переживать, вы никогда их не проколите, кроме того, их не надо будет подкачивать. Амортизатор у нас находится на задней оси. Сделан он по принципу скручивания пружины. И, кроме того, на задней оси у нас еще и находится тормоз. Тормоз ножной. Единственное, верхней части здесь нет, и когда вы будете снимать коляску с тормозом, придется ногой его подковыривать вверх. А вот багажная сумка здесь отличная. Здесь по бокам она закрывается на молнии, здесь на липучки. Она достаточно объемная, удобная. Здесь у нас ровное жесткое дно и максимальная нагрузка на нее около 3 килограммов. Передние колеса здесь поворотные, а когда эта функция не нужна, в задней части у нас есть переключатель, который вы опускаете вниз и блокируете их. А вот сложение у этой коляски я считаю идеальным. Во-первых, раму можно будет складывать, не снимая прогулочный блок, причем все равно, как он будет установлен по ходу или против хода движения. Сейчас покажу, как это делается. Во-первых, прогулку нужно сначала сложить, а потом вы нажимаете на кнопку, в этой части нажимаете на блокиратор и немножко утапливаете ее вперед. Как видите, во-первых, сложение очень компактное, во-вторых, она может стоять, а в-третьих, вы можете катить ее за собой. У прогулки Sigma есть очень прикольные функции. Правда, я думаю, что после обновлений они появятся и на других моделях Corella. Но обзор я начну традиционно с козыряка. Первое, вот эта часть, когда она вам не нужна, ее можно будет подогнуть внутрь или даже снять совсем, потому что крепится она на молнии. Но если глубины капюшона для вас недостаточно, то вы можете его отстегнуть и опустить капюшон вниз. В таком положении он опускается почти до бампера. Эта часть у нас сплошная, сверху у нас есть окошко для присмотра за малышом и даже если вы опустите спинку вниз, то глубины капюшона вполне достаточно. А если вы еще и наденете накидку на ножки, то ваш малыш будет практически полностью закрыт. Единственное, по моему мнению, накидка на ножки здесь не очень удачная, потому что сам прогулочный блок изменился и они должны были, конечно, изменить рекало самой накидки на ножки. Пожалуй, тем, что подножка регулируется по высоте, уже никого не удивишь. Но здесь есть еще одна штука. Здесь можно саму подножку удлинить на 3 см, но это еще не все. Сам капюшон можно сделать выше аж на 6 см. Таким образом, внутренние размеры прогулочного блока длина становится 96 см, а ширина 30 см. А вес коляски с прогулочным блоком составляет 12 800 см. Обратите внимание, что вместе с регулировкой капюшона у нас еще и регулируется положение ремней и самого подголовника. Очень удобно. Также за безопасность вашего ребенка будет отвечать межпаховая перемычка и бампер. Бампер также, как и ручкой для мамы, сделан очень удобно с перфорированной эко-кожей. Бампер можно снять с одной стороны или снять его целиком. Кроме того, здесь еще есть функция откидывания вниз, чтобы он не мешал посадке-высадке пассажира. Ну и, конечно же, прогулочный блок здесь реверсивный. Это значит, его можно устанавливать не только по ходу движения, но и против. Для этого вы ставите пальчики по бокам, поднимаете вверх и переставляете в обратную сторону. Вот и все. Субтитры сделал DimaTorzok И прежде чем подытожим про эту коляску, давайте приглашу вас в наш инстаграм. Потому что каждый четверг у нас есть рубрика вопросов-ответов, где мы отвечаем в течение недели на каждый из ваших вопросов. Кроме того, по пятницам у нас проходят прямые эфиры, где вы все свои насущные вопросы можете задать, а мы прямо в прямом эфире вам ответим. Кроме того, напомню про сервисы нашего сайта. Первое, это, конечно же, рейтинг, и эта коляска там уже есть. Второе, это примерочная колясок и сервис по подбору идеальных колясок. Ссылочку на все это мы оставим внизу в описании. Добро пожаловать! Итак, теперь про саму коляску. На момент съемки эта коляска за два в одном стоит около 40 тысяч рублей. Это самая дорогая коляска в линейке Corella. Но мы считаем, что действительно эта цена оправдана. Здесь очень много доработок и фишек. Здесь префорированная ручка, удобные магнитики, всякие шильдики и так далее. Кроме того, здесь рюкзачок и очень богатая комплектация. За эти деньги вы получите очень качественную, отлично управляемую коляску. Кроме того, здесь еще будет удобное сложение, отличный прогулочный блок. Но у этой коляски есть, конечно, два момента. Первое, она достаточно жесткая. То есть мы не рекомендуем эту коляску для плохих дорог. Однако, если вы живете в городских условиях, то мы ее действительно рекомендуем. И второй момент, вес коляски около 12,5 килограммов. Да, она умеет достаточно компактно складываться. Однако, если вы живете в доме без лифта, то, боюсь, этот вариант вам также не подойдет. А если вы захотите посмотреть эту коляску лично и сравнить с другими моделями бренда, то приглашаем вас к нам в магазины. А если вы живете в городе, где нас нет, нет проблем. У нас бесплатная доставка почти по всей России. С условиями работы нашего магазина вы сможете ознакомиться также в ссылке в описании. А на этом давайте прощаться. Вам мы желаем легких родов, здоровых малышей. И до встречи в магазине Буанбэви. И до встречи в магазине Буанбэви. Субтитры сделал DimaTorzok